Всем привет, с вами Джага. Мы сегодня продолжаем проходить American Magies Grimm, эпизод 3, сказка о рыбаке и его жене. Ну и первые три сцены мы уже, так бы сказать, прошли. Остается еще три и финальная сказка. Предупреждаю сразу, тут полно черного юмора и даже некоторые вопросы с религией там затронуты, поэтому все претензии вот к авторам Spicy Horse или American Magies шлите туда. У меня только перевод, причем довольно толерантный. Продолжаем играть. Итак, сцена четвертая. Рыбак тупой на голову, все же готов быть рабом амбиции жены, требующей папства для своего наслаждения. Что же он не попросил и безвременной кончины? Хейть. Ну да, кинула на их замка. Идите и доставайте, ну в смысле не его, а не их, а только рыбака. Так это что, кит? На ките стоит платформа, нам туда. Так, денджер. Помнится, денджер было плохо, но выбора вроде как нету. Денджер, денджер, денджер. Пальмы не меняются. Хотя у нас уже как бы уровень стенки. Так. Возможно стоит запрыгнуть на вот эту плавающую штуку. Ну дальше-то в общем-то, вот там секрет видно. И вот тут где-то был еще один. Так. Как-то вот надо вот просто вот так запрыгнуть. Редкий случай удачи. Теперь главное не промазать. Вот это называется промазать. Надо было прыгнуть. Ну подумал пройду так. И... И не прошел так. Это называется самонадеянность. У-у-у. Хоп. Ну да. Именно так. Теперь начнется... Очередной недопрыг. Один раз допрыгнул. До этого минут 10 пытался. Один раз не допрыгнул. И вот... Вот. Теперь допрыгнул. Все. Теперь главное, как вы поняли, это прыгнуть. Вот. Секрет найден. Перекрашивается? Нет. Не перекрашивается. Поэтому отсюда можно... Ммм. Да. Упасть в воду. Так будет быстрее. Действительно. Секрет уже найден. Так. Что? Что мы тут? Ну там конечно он еще один... Как бы... Оп. Плотик. Ну мы его уже перекрасили. Так. Вот там секрет. Вот он. Я думаю больше двух секретов на уровне не должно быть. Ну и мы пойдем теперь через кораблик. На вот эту... Что это такое? Что это такое? А, это воздух. Вообще как бы ветер, наверное. Это... Море как бы разволновалось. Ведь рыбка недовольна. Еще бы. Рыбка вон какая. Рыбища. Стало больше. Ну. Наше дело... Слегка поменять сказку. Так. Уровень гроз достигнут. Крабы. И крабы до сих пор не могут зарисоваться. Ага. Батстомп хиа. Сейчас батстомпнем. Что может плохого случиться с китом? О. Все. Крабы перекрасились. Не все. Не все. Не все. Не все. Вот. Так. Вот эти камни не перекрашиваются. То есть они считаются, наверное, достаточно угрюмыми. И без этого. Ну что ж. Давайте батстомпнем. Что будет... Что может быть с китом плохого вообще? Холли Крэб. Да, пожалуй, это новый уровень угрюмости. Кит, который пускает фонтанчик кровью. Знаете, это да. Это внушает угрюмие. А вот и рыбак, который рассказывает рыбке о новой задаче. Так, я могу их уже перекрашивать? Походу, нет. До сих пор еще нет. Это же им надо уровень Нести. Чтобы они не перекрасили все обратно, надо как можно больше. Все. Мы на уровне Нести. Можно, конечно, сразу бежать к рыбаку. Но мы вначале добьем юнг морячков, которые станут пиратами. Пираты, уходите на съемки пиратов Карибского моря. Это шутка. Так. О, какие мрачные бочки. Нормально, да? На ящике написано молоко. На светлой стороне, на темный ром. Ну, понятно. Че ж еще жрут-то пираты, как не ром? Так. Ну что ж, батстомпаем. Смотрим, что получится тут. Ну, рыба-то вылезла. Ну, короче, это неприятная рифмованная игра слов. Ну, походу, рыбка разозлилась. Но желание исполнило. Следующая. Пятая сцена. Дом рыбака трансформирован в мега-собор. Если вы верите в организованную религию или высшее существо, заботящееся о нас, промотайте ролик минут на пять вперед. Но так как Гримму все это параллельно, то он ломает дверь. Ну, как-то он не сильно ломает. Ага. Все-таки, думаю, сломает. Так. Ну, не забывайте. Это, может, даже и собор, но не настоящий. Потому что, ну, какая церковь может быть возглавляема, как бы, жадной женой рыбака. Соответствующую амбициям. Какая-то зладная, жадная и вообще неправедная. Так что... Мы делаем благое дело. Убирай это из нашего мира. Так, побольше, побольше, побольше силы. More power. Так, это еще мало. Ого, надо чуть-чуть до Гросса. Давай-давай. Оп. Все, теперь Гросс. И надо сначала Крабов, чтобы они нам в тылу не уменьшали площадь мрачности. Крабы, уходите в Варкрафт. В World of Warcraft. Вас там ждут. О-о-о. Мяч, все, тут расфигач. Сначала замок, теперь церковь. А эта жадина с сих пор не удовлетворилась. Теперь и подавай стать богом. Ну, если бы она знала, насколько это тяжелая и невеселая работа, то подумала бы дважды. Да, ну это, конечно... Посмотрим, что же там за церковь скрывается у этой тетеньки. Ну, ясно, что ненормально. Такс. О, секрет. Ага. То есть, надо прыгать. Отсюда я спрыгну? Нормально. О, как. Стена не поменялась. Нет. Угу. Вот она, истинное обличие. Ништяк. Вот они какие тут у нее служители. Та, на их фоне грим вообще красавец. Ого, стульчик. Так что на таком сидит-то? Ну что ж. Батстомпаем. Чего тут у нее такое на самом деле? О, та на что. Так и есть. Жесть. Жесть-то какая. О, смайк мне. О, смайк мне. О, смайк мне. И меня, говорит удар. И меня, и меня. Счастье. Какие-то инферно-ангелы. Даже не знаю, как это сказать. Ладно. Один секрет где-то пропущен. Жаль. Ну ладно. Шестая. Сцена. Феерический финал. Рыбак загадывает последние желания, чтобы его жена стала богом. Я-то знаю, к чему все это идет. Но не буду спойлерить. Так что сюрприз. Ну а рыба-то стала еще больше. Вот у них... О, тут вообще погода вообще распогодилась ужасно. В смысле запогодилась. Ой, да прямо катаклизм вселенский. Морской, конечно. Это же рыбка. Так, где тут? Да. Воу-воу-воу, полегче. Что-то как-то не сильно перепрыгивает туда. Воу. Ага, тут уже инерция посильнее. Он пират. Так, где тут какой-нибудь секрет? Что-то не видать. Ну хорошо, хотя... Куда нам хотя бы прыгать? Ого. Такит. Еще кит. А вот и секрет. Хоп. Недолет. Недолет. Это плохо. Это мне что, теперь сначала, а все это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще не весело. Ну. Так. Тут в какой? В этот. Дальше. Откуда проще всего спрыгнуть дальше? Наверное, от того дальнего ящика. То мы к нему и идем. Ого. Тут как сильно заносит-то на прыжке. Так. И что? Ага. Нам надо вот сюда. И мы допрыгиваем. Радует? Дальше что? Вот там маяк. И там сидит... Вообще туда иногда стукнуть. Но вначале сходим. Если оно не пропадет, все. Куда-то сюда. И вон секрет один видно. Молодец. Ну хоть теперь не с водоворота. Отлично. Ну вообще, наверное, отсюда и нельзя запрыгать. Я же прыгнул. Так. Еще одна попытка. Тут прям секрет Хантер. Я же нажал прыжок. Все слышали. Ладно. Фиг с ним, с этим секретом. Потом когда-нибудь. Вот уровень Нести. На что стал похож маяк? Мне просто интересно глянуть со стороны. Ну на какую-то железную башню. Прямиком я за гримара. Ой, и светит красным. Мрачно. Ну правильно. Все башни красным подсвечивать. Нести. Ну вообще. Катаклизма полная. Вот так-то лучше. Рыбак проклят, а жена одержима. Теперь вы точно будете жить у бога. Вот и счастливый конец. Ну вот и собственно все. Ни одного секрета не собрал, но ладно. Ну там просто очень корявый прыжок какой-то. Да-да-да. И руки кривые. Рыбак тупой и исполнительный инструмент своей нестабильной жены. И его слабохарактерность притягивает катастрофу. Их падение обусловлено одним лишним жадным желанием. И ждать пока молот ударит на наковальню нам не придется. Эти лошары получили то, что заслужили. Я сказал. Жена рыбака жаждала больше во всем. В еде, в деньгах, в барахле, в чем угодно. Муж подкаблучник будет делать все, чтобы успокоить чрезмерный аппетит и неутолимую жажду. В момент поимки волшебный Камбелл и он был навечно зачислен в служение, разрушающий все жадности жены. Отпусти меня, я обещаю, что сделаю вас счастливыми. Ты должна сильно постараться. Менее чем богатство только рассмешит мою драгоценную жену. Пожалуй, я тебя лучше сожру сейчас. Ай-яй-яй, полегче, все сделано, вы богатые. А можно мне пластыри на губу на рану от крючка? Даже в бытность бедной, как бомж, она относилась к своему мужу и к соседям, как к немым животным. Если вы поклонитесь мне, как богини, вы можете жить в этих прекрасных новых домах, а если нет, подохните медленно. Они благодарят тебя, ваше святейшего, как наиболее почитаемую, уважаемую особу. Они благодарны, как и я. Среди этих... Среди этих отморозков, жапперитихов, его нет ничего, чего я бы желала быть. Чем стать? Короче, в этот раз она хочет собор, со всеми удобствами, ну и самое главное, хочет стать папой. Ну, тем самым папой. Ты убиваешь меня ее постоянными требованиями? Ну, лучше тебя, чем меня. Окей, а не могли бы вы ударить рыболовный крючок из моего глаза, а? Все слышали об опасности непродуманных поступков, но не эта новая папа. Что она вообще знает? Насколько надо быть тупым, чтобы доверить жадной бабе такую власть? Шансы замолить свою глупость у мужа рыбака равны неудобно. В общем, если ты превратишь ее в богиню, она наконец-то обретет счастье. Ага, вот так вы решаете эту проблему. Неудивительно. Но без сомнения, я все сделаю как надо, только вы ими блесну из моих внутренностей и иди домой к своей жене. Вы оба получите стоящую вас награду. Тупая, как угол 180 градусов до самого конца, она решила, что это злая судьба, заговорилась с жестоким миром против нее. В ее тупом мозге никогда не появятся мысли, что ее жадность, как ни корми, никогда не накормишь. Тех, кто ожидают сказочной удачи, когда они играют в кости с заколдованной рыбой, либо неизлечимые оптимисты, либо неописуемые мазохисты, либо беспросветные идиоты. Вот как раз последние относятся и к этой парочке. Да пусть же все наши истории заканчиваются так хорошо. До новых встреч. Что ж, и я вам говорю до новых встреч в эфире Ютуба. С вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и спасибо, что смотрели. Всем пока.